всем привет сегодня я вам расскажу как готовить scrambled eggs или яичницу болтунию и чтобы вы не переключили сразу же с моего ролика и не ушли куда другую сторону объясню почему мой scrambled отличается от всех остальных потому что я вам расскажу как готовят шеф-повара и зачастую 99,9 процентов всех кто когда-либо в своей жизни жарил а вы наверняка это делали вы его пережариваете делаете все совершенно не так как должно быть поэтому вкуснейший scrambled egg через одну секунду правило номер один сковорода не должна быть разогретой правило номер два мы должны взять примерно где-то 25 граммов масла это не много и не мало сливочного масла на 3 яйца и мы смотрим что происходит щадящий разогрев сковородки масло расплавляется и как только она у нас все расплавится тогда мы сможем разбивать яйца кто-то готовит скрэмбл предварительно смешав его венчиком я противник этой техники потому что считаю что скрэмбл должен состоять у вас в тарелке из желтков и белков чтобы кусочки были не надо его перемешивать с такой тщательностью как будто вы хотите приготовить бисквит сковородка не должна быть горячий она должна быть в меру нагретой поэтому лучше всего использовать алюминиевую разбиваем яйца сюда как только у нас пошел процесс обжаривания смотрите ни в коем случае краешек не должен шкварчать да он только 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 обжаривается сразу же убираем температуру до минимума соли мобильных кто как хочет чуть-чуть перца у меня смесь четырех перцев и смотрите что мы делаем тарелку сразу нужно подготовить тарелка должна стоять рядом со сковородой мы начинаем мешать яйца видите сковорода у нас не сухая у нас 20 граммов масла которые не дают яичнице приставать к сковороде скрэмбл должен быть блестящий то бишь сочный если вы пережарите его это будет уже не то конечно же не должно быть соплей вы скажете а что там сопли какие-то еще что-то нет 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 смотрите как только у вас все схватилось тут же перекладываете в тарелку тут же понимаете вот чем отличается мой скрэмбл он блестящий сочный вкусный и очень ароматный а если вы его пережарите то тогда увидите что скрэмбл будет весь такой как бы полностью свернувшийся белок и желток и он не будет вызывать такого аппетита как блестящий сочный вкусный настоящий скрэмбл как в ресторане казалось бы простейшее блюдо но уделив ему чуточку внимания вы получаете шедевр до новых встреч приятного аппетита с вами я василий мельяненко приготовлю ваше настроение